Привет, меня зовут Лара Шум. Хочу вам рассказать сегодня интересную историю. Видите, вот мою бабочку. Я надеюсь, что вы ее видите. Сегодня с утра ко мне в комнату залетели два голубя на подоконник. Я смотрела, наблюдала, потом думаю, дай их сниму. Они улетели, не успела. А вот эта вот бабочка сегодня со мной уже, вот я в лесу полтора часа, и вот она сидит на мне. Но она не на ухе сидит, она на разных частях тела умудряется как-то вот сесть. Дело в том, что я сейчас в лесу нахожусь, тут никого нет, и я загораю совершенно в обнаженном виде. Мне так это нравится. Люблю это место. Я даже не знаю, что с ней делать. Она ко мне сегодня просто пристала и не отстает. Нет, она явно в меня влюбилась, эта бабочка. Ладно, я... Вот реально. Я сейчас не знаю, что она там делает. Даже перегрев у телефона произошел. Вот она то на ногу, вот сейчас на ухо села, то на живот, то на бедро. Она пошла не в то место. Бабочка, там у меня нет трусов. Не могу там снимать. Зрители неправильно поймут. Она перелетит, посидит, походит там, я не знаю, что она там делает. Ну, потом уселась ко мне на ухо. И вот, может так вот. О, улетела, да? Ага. Вот, вот. Теперь она села ко мне на руку. Сейчас я вам покажу, ребят. Вот. Теперь она села ко мне на руку. Ну, вот. Теперь у меня на руке бабочка. Чудесно. У меня теперь есть ручная бабочка. Вот у некоторых есть сокол. А, тут так не видно, да? У некоторых есть сокол, а у некоторых есть ручные бабочки. Поймете вы, не поймете, какого она цвета. Вот. Закрылась. Жалко. Я спросила одну мудрую женщину, к чему бы это, когда бабочка садится на тебя и пребывает с тобой долгое время. И она сказала, что если к вам пристает бабочка, божья коровка или птичка, то это посланник с небес. Когда он сидит на вас, загадывайте все свои желания, все, что вы хотите. Ух, назагадывала я! А в странах Востока не сомневаются. Если радужная литунья коснулась руки, она обещает счастливчику большую взаимную любовь. Как же это здорово! Меня ждет большая взаимная любовь и исполнение всех моих желаний. Вот такой вот веселый у меня сегодня день.